Продолжение следует... Мы хотели посмотреть, так сказать, богословскую основу этой социальной концепции и пришли к такому, я бы сказал, выводу, что социальная деятельность церкви только в том случае может носить положительный характер, когда сами члены церкви исходят из правильной мысли о том, ради чего они это делают, то есть с какой целью. И, естественно, из какого состояния совершает человек то или иное дело. Помните Иоанна Пророка, сподвижника в Арсенофе Великого, замечательные слова, что истинный труд не может быть без смирения. То есть истинный труд. Если там нет смирения, там не может быть истинного труда. Истинного, то есть приносящего действительно благо и творящему, и тому человеку, которому совершается это дело. Вот это очень важно, друзья мои, знать. Я бы ещё раз обратил ваше внимание на то, что мы игнорируем, не придаём значения, не принимаем во внимание первичные истины о том, что дух является основополагающим моментом, из которого только могут исходить и исходят на самом деле все деяния человека. Поэтому в зависимости от того, какое содержание духа, такова будет и деятельность. Помните замечательные слова о том, что не может из источника горького, из источника солёного выходить сладкая вода. Так и здесь то же самое. Но учтите только, не забывайте одной христианской истины. Речь идёт не о том, что мы уже святы. И речь идёт тем более не о том, что если мы совсем не святы, значит, мы не должны творить добро. Мы должны понуждать себя к добру. Понуждать себя и всячески от себя отталкивать, отсеивать всё то недоброе, что часто примешивается, почти всегда примешивается к нашему добру. Вы, наверное, постоянно это же... Каждый человек, кто внимает в себе, он понимает, какое доброе дело даже, кажется, мы хотим делать и делаем, и тут же примешивается что-то такое недоброе. Или тщеславие там, или человеку угодие, или просто, если хотите, элементарная сентиментальность, или расчёт. Ну, что угодно. Это надо за этим наблюдать. Вот церковь, вот именно она и призывает к этому. Да, мы должны понуждать себя творить добро всем, как пишет апостол Павел. Пока есть время, добро творите всем, а особенно своим по верею. Вот, если хотите, наша установка и наше понимание социального служения церкви. Мы должны понуждать себя. А то, что вот к нашему этому состоянию даже желания и добра примешиваются другие вещи, это надо наблюдать, на это надо смотреть. В этом надо, если хотите, просто каяться. И надо понимать, вот что во мне, оказывается, живёт. Даже добра и того не могу сделать, как следует. И опять из этого состояния нужно смиряться. Если мы не будем смиряться, а будем безразлично относиться к этому, то никакого у нас с вами общественного служения не будет. Под добром в данном случае вы не думаете, что, разумеется, только вот кому-то подать милостыню. Или оказать там внимание какому-то больному, старому или немощному человеку. Не только это называется добром. Добро может называться и ваше слово. Когда вы проповедуете, будете сам воно проповедовать. Можно проповедовать ради Бога, ради желания людям раскрыть христианство, помочь в их жизни. А можно проповедовать в эти возлюбленные братья и сестры во Христе. Всё. Все тут же в обморок падают. Насколько они все возлюбленные. И начинается пафос этот такой. О чём? Бедный человек. Начинает упражняться в красноречии на омвоне. Прям учтите, какие первые это слова произносятся. Надо попасть бы в страх и трепет во имя Отца и Сына и Святого Духа. И это во имя Божие человек начинает, не зная, чем заниматься. Великое дело, доброе дело – проповедь христианства. Апостолы до смерти шли, это и делали. Но как его надо совершать? Действительно, со свеликим смирением и с целью только оказать пользу и только пользу. И тем, кому мы говорим, и себе тоже самое не забывать. Как только мы начнём учить других, то мы с ума сойдём. Если не будем при этом думать о себе. Что я говорю не только другим, а я говорю и себе. И говорю не от своего лица, а говорю от лица Божия. Вот это, друзья мои, очень важно. Имейте, пожалуйста, это в виду. Потому что очень легко уклониться священникам, профессорам, общественным деятелям. Очень легко уклониться на чисто мирскую стезю. И забыть о Боге вообще. И говорить только о себе. Весь протестантизм, на чём сейчас строится, и вообще западное христианство, делится своим духовным опытом. Какой ужас! Не своим мы должны делиться, а церковным опытом, опытом святых. Правильным, то есть, опытом, а не лжеопытом. Представьте себе, если бы в области даже естественных наук студентам стали бы, вот, профессора, предлагать неправильные опыты. Как правильно проделать опыт, чтобы получить результат? А неизвестно, какую кашу давали бы. Чему бы научились все? Столь же опасно, слышите? Делиться своим опытом. И открою вам маленький секрет, или лучше сказать, не небольшой, а едва приметный, но в высшей степени важный критерий, по которому вы сразу можете или насторожиться, или уже понять, в чём дело. Когда человек пишущий, или говорящий, или выступающий, или много, когда всё время я обо мне, мне, ко мне, а вот у меня, а вот то, знайте, здесь повреждения, духовные повреждения. Имейте это в виду. Смирение не позволяет этого делать. Себя выставлять каким-то примером. Или себя делать всё время центром внимания со всех. Всячески избегает этого. Вспомните пример самого Христа. Никому не рассказывайте. Прям просит – никому не рассказывайте. Кажется, пришёл даже только ради этого. И какое поразительное смирение. Правильное духовное устроение всячески избегает чего? Я. Потому что знает, что его я – ничто по существу. Боже, очисти имя грешного, яко никогда же сотворив благое пред тобою. Благое в каком смысле? Не просто доброе. Как мы о добре говорим, как отношение к чему-то. Благое говорится и о правильности. То есть, и правильно-то я никогда не поступаю. Кажется, делаю правильно. И тут же примешивается всякая пакость к моей этой правильности. Вот это надо, друзья мои, понимать. Вот этот критерий, кстати, постарайтесь запомнить. Обратите на него внимание. Сколько историй христианства показывает нам примеров. Когда кажется, что всё благочестие великое. Великая там слава и успех, может быть. А он только к себе и обращается. И вот если вы обратите на это внимание и внимательно потом присмотритесь к дальнейшим там трудам или сочинениям, или проповедям, там, или работам, то и увидите. Увидите здесь отклонение этого человека от правильного святоотеческого взгляда на многие вещи. Так вот, я просто подвожу итог вот этому социальной оценке, социальной деятельности церкви, социальной деятельности христианина. Учтите, не забывайте, церковь установлена только с одной единственной целью. Сколько раз я это повторяю, друзья, чтобы, может быть, осталось это. С одной только целью. Поэтому Хомяков правильно сказал. Хомяков, когда церковь вмешивается в толки о бустрицах и булках и думает этим показать свою причастность Духу Божьему, то она, напротив, теряет всякое доверие людей. Вот. Понимаете, перед чем стоит? Как всегда, мы, христиане, и церковь, перед чем стоит? С одной стороны, да, мы должны, пока имеем время, добро творить всем людям. С другой стороны, мы должны это понимать. Это мы исполняем заповеди, заповедь Божия. Но наша цель не это сама по себе, а цель приобретения любви к человеку, стяжания этой любви. И в то же время весь святоотеческий опыт говорит нет любви там, где нет смирения. Это надо запомнить. Поэтому все эти пышные фразы, это крики, это шумы, да, любви, любви, любви. Учтите, нет любви там, где нет смирения. И только меру ее смирения мы приобретаем правильную любовь. И, следовательно, можем совершать правильно свое служение людям, миру, человеку. Вот так, друзья мои. Это вот те некоторые вещи, которые мне просто хотелось еще раз вам напомнить. И, видите, я постоянно это повторяю. И вам, наверное, понятна причина, все-таки, почему я повторяю. Потому что, к сожалению, мы увлекаемся вот этой внешней стороной часто и забываем о самой сути. Вот. И это тогда, тогда становится нашей трагедией. Я вам скажу, что на пути служения внешнего можно впасть в такое тщеславие, такую гордыню, такое самомнение, что вы! Я всюду разъезжаю, всюду читаю, всюду проповедую. Или я столько-то даю, я столько-то построил. Что называется, на козе не подъедешь. Как легко тут впасть, не наблюдая за собою. Впасть вот это самомнение. Учтите, а священнику это грозит очень и очень, эта опасность. Потому что все люди – батюшка, батюшка, батюшка. Уж если владыка, там говорить нечего, вообще в обморок падают. Да, вот так все. И если человек не понимает вот этих вещей, о которых мы с вами говорим, как легко впасть в гордыню настоящую и верить себе каким-то пупом земли, и человек бедный тогда не видит, что он превращается в мыльный пузырь. Пузырь. Идёт этот пузырь, перед ним падают. Смотрите всегда на себя со стороны. Тогда меньше будем делать ошибок. Нет истины там, где нет любви. Нет любви там, где нет смирения. Если хотите, это вот основной стержень, на котором только может строиться вся наша земная, земное наше служение, вся наша земная деятельность. Вот так, друзья мои. Ну вот, а сегодня я ещё думаю, может быть, пройтись по некоторым параграфам вот этой книги «Основы социальной концепции русской церкви». Итак, поговорить о некоторых вещах. Ну вот, первый из этих параграфов, который нам с вами нужно рассмотреть и выявить основные идеи, это церковь и нация. Вопрос, как неудивительно, как неудивительно, я говорю, но насущно. Почему как неудивительно? Потому что, кажется, Евангелие просто требует от нас, если можно выразиться таким, ну, неточным словом, о любви ко всем людям, ко всем, без разбора национальности, возраста, пола, да, социального положения. Причём тут, кажется, нация. И в то же время, что мы видим в истории? Причём в истории не только языческой, где ещё ладно, понятно, а в истории даже христианства, что видим, как возникают такие национальные церкви, которые даже называются подчас по нации. Причём не просто называются они. Название ещё ничего может не говорить само по себе. А когда мы видим, что и принадлежат к этой христианской церкви только представители этой нации. К русской церкви какие угодно нации принадлежат, хотя называются русской церкви. Армянская церковь, я не знаю, есть там кто-нибудь неармяне? Просто не знаю. Это просто как пример. Причём я в данном случае не хочу укорять даже нисколько этим самым. Просто хочу сказать, что как легко можно сползти с христианских, я бы сказал, таких универсальных начал на что-то узкое, тесное. И это бывает очень жалко. Это действительно очень жалко. Но эта ситуация одна, а есть ещё и другая ситуация, гораздо худшая, которая именуется уже национализмом в таком крайнем своём проявлении. Не в смысле любви к своему отечеству, к своему народу, а именно национализм, который чем характеризуется? Что во имя любви к своему ненавижу всех и все прочих вижу врагами. Вот это вот уже беда. Или когда человек отдаёт предпочтение своей нации, будучи христианином, он вот я такой-то, называет свою национальность, да, и именно потому я христианин, и нет ничего более высокого. Вот это вот тогда беда происходит. Так вот, этот параграф, он как раз и касается как раз вот этого вопроса церковь и нация. Проблема основная, значит, в чём состоит? С одной стороны, проповедь христианской, и я бы сказал, закон христианской жизни о любви ко всем. С другой стороны, что мы находим в том же благовестии новозаветном об особой заботе и в этом смысле особой любви к своим. Вот любопытная всё-таки фраза. Нет больше любви, как кто положит душу своей за друзей своих. Не скажу, что за всех вообще. За друзей своих. Или, слова апостола, если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, то он хуже неверного. Хуже неверного. И отрёкся от веры. Вот как сочетать, кажется, эти два вектора. Вот этот параграф, он как раз и посвящён решению, если хотите, вот данного вопроса. Сочетается, как это? Дело в том, человек – ограниченное существо, и он не имеет возможности, никакой возможности, сил, способов, а тем, чтобы тем, чтобы все силы души отдавать всем людям, независимо от того, где, как, кто и когда. Каждый человек поставлен в условия конкретные, вот тут небольшие, вот небольшой этот круг, где он должен осуществить христианские начала жизни. Вот в этом небольшом кругу. Прежде всего, это семья, затем тот коллектив, в котором мы находимся, затем тот народ, которому принадлежим, затем исходить то государство, в котором мы являемся членами. Вот, видите, вот такое постепенное расширение. Вот почему и Господь сказал, упомянул слово за друзей своих. И апостол пишет, о своих домашних. И вся история христианства постоянно подчеркивает вот эту идею патриотизма. Потому что именно здесь мы можем проявить свое христианство. То есть, осуществить реально свою любовь. Ко всему миру мы никак не можем. Это просто мечтательность и больше ничего, и фантазерство. Об этом хорошо сказал Достоевский, с такой иронией написал, что я люблю весь мир и всё человечество. Но только попробуйте меня на один день посадить в комнату с самым лучшим человеком. И я его к концу дня уже возненавижу. Он иронизирует так. Действительно, мы готовы мечтательно любить всех и вся. А как только соприкоснёмся со страстями другого человека, с его эгоизмом другого человека, я говорю, с его, с его, потому что мы-то видим другого, себя мы плохо видим, так, с его страстями и эгоизмом, как тут же взбываем. И вся наша любовь лопается, как мыльный пузырь. Вот интересные какие вещи-то! Достоевский очень точно показал это и обратил своё внимание на этот очень важный вопрос. Ну, вот здесь, если касаться, в данном случае, параграфа Церкови нации, то прежде всего, здесь очень большое внимание придаётся ветхозаветному народу израильскому, который он часто называется богоизбранным народом и так далее. Бог избрал и возлюбил его и так далее. Немножко это звучит странно, потому что забыли одну простую вещь. Христом окончилась богоизбранность. окончилась. Христос – конец закона, конец, завершение. Это действительно было избран... Это народ был действительно избран для того, чтобы сохранить откровение Божие в мире, причём записанном даже. Представляете? Это неслыханное дело. Откровение Божие нигде не записывалось так. Здесь было записано откровение Божие. О чём откровение Божие? О нескольких важнейших вещах. Из них главным было что? О явлении Спасителя в мире. Главное было. Но кроме этого, и другие вещи, которые были очень важны для нас – о творении мира Богом, о творении человека Богом, о том, что человек является образом Божиим. Очень важные, серьёзные вещи, которые... И действительно, был избран этот народ, чтобы сохранить его. Это откровение. Причём, сохранить даже в буквенном, вот в записанном виде. И это откровение, как мы видим, было сохранено. Хотя, к сожалению, сам народ потом отвергся этого. Вот поэтому я говорю, что в плане, когда мы говорим о Бога избранности, то это можем говорить только в историческом аспекте, о том, что это как бывшее, но не как настоящее. С пришествием Христа несть эллин, не иудей. Этот вопрос решён окончательно. Вот. Это вот такой важный вопрос. Второй, значит, на что обращается внимание. В современном мире понятие «нация» употребляется в двух значениях. Каких? Это нужно просто знать. Одно дело – этническая принадлежность. Этническая. То есть кто-то русский, украинец, татарин, немец, еврей или так далее. Это этническая. И вторая составляющая, или, если хотите, второй аспект, который сейчас в нашем новом лексиконе тоже звучит как национальность. Поднациональность, разумеется, что? Преднадлежность государству. Какой национальности там? Какой национальности? Французской, бельгийской, голландской, российской. Неважно, кто ты. Какой он чёрненький, причёрненький, он, значит, английской национальности. Вот так. Или там, говорят, ловят кого-то там на западе и говорят русской, кавказской национальности. То есть, в данном случае, национальность предполагает, слово национальность употребляется в значении принадлежности такому-то государству. В этом смысле, такой-то нации. Вот эти, так сказать, два вот этих понятия, их нужно различать и понимать. На какие моменты обращаются здесь? первое, что церковь наднациональна. Вот. Это очень важно. Церковь наднациональна. В ней одна нация, Христос, христианство и больше ничего. И неважно, кто он по своему гражданству, то есть, по национальности государственной, неважно, кто он по своей национальности этнической, не имеет никакого значения. Культурные отличия имеют значение не догматическое, не нравственное, а лишь являются отличительными чертами, чертами, характеризующими именно этническую особенность данного человека. И больше ничего. И поэтому в самом богослужении не можем находить даже эти различия. В связи с этим обращается внимание и на следующий момент, что в связи с этими специфическими свойствами или чертами народа создается и своя культура. Культура в каждом народе обладает своими особенностями. И эти особенности могут накладываться и на христианскую культуру, то есть и на всё то, что связано с христианской верой. Даже изображения креста различные, иконы мы можем отличать, там, греческие, пожалуйста, иконы, русские, там, сербские, да, ну, много таких вещей. Вот. Затем внимание обращается на то, что мы называем патриотизмом. Значит, вот патриотизм подразумевается любовь, любовь, то есть готовность, готовность положить душу свою за Отечество, если хотите. И мы видим в истории множество замечательных примеров. Здесь, в частности, в концепции приводится пример нашего князя Михаила Тверского, который причислен к лику святых, который положил душу свою за свое Отечество. Его подвиг сравнивается с подвигом мучеников. Говорится о том, что Церковь многожды благословляла народ на участие даже в освободительной войне. То есть, оказывается, что вот эта освободительная война, не агрессивная, а освободительная война, возможно. И это не противоречит христианской западе о любви ко всем. Почему? Потому что в данном случае идет борьба не с человеком самим по себе, а в данном случае он является носителем того зла, который движется на твой народ. И как мы можем защищать человека от нападения каких-то грабителей, от нападения тех же волков, пожалуйста, собак, чего угодно. Вот. В данном случае не потому, что мы не любим эту тварь, так и в данном случае уже те люди, которые являются носителями вот этой агрессии, они воспринимаются не как просто борьба как враг, с которым я борюсь, а как те носители зла, то есть зла для моего народа, для моего отечества. И поэтому мы должны, обязаны бороться, бороться с этим. И в этом проявляется наша любовь кому? Вот. К тем, кто не может себя защитить. Так вот, кстати, всегда, в истории вообще, можно сказать, многих народов, в России это особенно было, что военные сословия всегда пользовались особым почитанием. Это понятно. Они стоят на переднем крае. Они первые, если хотите, слагают свои головы, защищая Отечество. То есть, они стоят под постоянным мечом, который может на них обрушиться. Поэтому к ним всегда было особое, я бы сказал, уважение и почитание даже. Ну, здесь вот выделено в этом параграфе такие, выделены такие слова. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного правления. Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие. Противоречит. Нет народов лучших и худших. Вам теперь понятно, почему отсюда неприемлема доктрина вот этого германского фашизма, когда германско-арийская нация превозносилась над всеми. Нам неприемлема концепция вот той богоизбранности, которой заражён иудаизм, когда свою нацию ставят выше всех других наций. Нет в христианстве такого понятия – высшие или низшие нации. Все нации, знаете ли, как вот в поле множество цветов, и мы не можем сказать, какое лучше или худшее. Как в музыке мы не можем сказать, какая нота лучше – до, ре или ми. Или фасоль неси, да? Да, вот так. Нет, дело не в том, что какая-то нация по происходению хуже или лучше, а в другом, что какая нация больше стремится, в какой нации больше христианства, в какой больше усердия к добру и святыне. Вот здесь об этом мы можем говорить. Вот, какая лучше. Но не сама по себе нация может быть худшей или лучшей. Вот, и решительно утверждается, тем более не согласно с православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания. Вот так. Это вот те несколько некоторых мыслей, которые можно сказать по поводу по поводу церковь и и нация. Вот есть еще один вопрос следующий. Это церковь и государство. Да, церковь и государство. Вопрос, вы знаете, сводится к чему главным образом? Каковы должны быть отношения, так ставят, каковы должны быть отношения между церковью и государством? Ну, для того, чтобы понять этот вопрос, надо прояснить, о чем мы говорим? О какой церкви и что такое государство? Что такое церковь и что такое государство? Тогда можем мы говорить о их взаимоотношении друг с другом. Что такое государство? Ну, прежде всего, вы знаете, что существует много определений государства вплоть до ленинского, как вы помните, государство есть машина для угнетения одного класса другим. государства, но в целом государство, конечно, это есть такое объединение в единой, если хотите, административно слаженной организм, организм, в котором создана определенная система законов, требований, предписаний, по которым должны жить все граждане этого общества. То есть, если хотите, государство есть уже некая система, нечто организованное, в котором существуют законы, следовательно, подчинения и управления, или, лучше сказать, управления и подчинения. И без этого человеческое общество, конечно, существовать не может. Посмотрите, даже в любых самых, как мы говорим, примитивных племенах и там существует то нечто, что тоже бы надо назвать государством, хотя в самом таком элементарном виде. Там тоже есть структура, тоже есть подчинение, тоже есть дисциплина. Вся суть только в том, что какова цель государства, вот об этом действительно, какова цель государства как такового. Проще, просто говоря, цель государства как такового, если взять исторически, заключается в том, чтобы создать наилучшие условия для жизни народа. Он и организуется, чтобы создать наилучшие материальные, культурные условия для своей жизни и защитить себя от возможных нападений. Так смотрит на себя государство. Христианство несколько иначе смотрит на это. И смотрит потому, это станет видно из того, что мы подразумеваем под церковью. Я уже говорил вам, что церковь имеет, ну, я бы сказал, две таких ярко выраженных и хотя и не раздельных, как правило, но части. Одно дело, церковь как единство в Духе Святом всех искренно верующих людей, как единство всех тех, кто искренно стремится жить по Евангелию. Это одно дело. Так и другое дело, церковь как структура, как организации общественные в конце как общество людей, объединенных известными там принципами веры, дисциплины, священначали, таинств и так далее. Когда мы говорим о церкви и государстве, то обратите внимание, как различны могут быть их взаимоотношения в зависимости от того, каким является общество, представляющее или организованное в государстве. Возьмите Византию, где все были православными. Всё государство было и церковью. Церковью в смысле организации. Я говорю, во втором смысле. Это было государство – да, церковь – да. Почему? А потому что все сто процентов были православными верующими. Здесь существовал один характер, взаимоотношений между государством как политическим устройством политической организации так и церковью, которая наполняла собой всё государство. Так? И совсем другое дело мы видим в дальнейшей истории, когда церковь сокращалась, сократилась, когда она оказалась в положении не только всеохватывающей, охватывающим всё население, а оказалась подчас хотя бы даже по численности и в значительном большинстве, но по своему правовому положению оказывалась в подчинённом положении. Оказывалась в подчинённом. Вот как это мы видим в европейских государствах, у нас, например, в России и так далее. Здесь характер отношений другой. В первом случае, если мы берём Византию хотя бы и древние, не только Византию, это тоже самое мы видели в Болгарии, в Сербии, да и в России, когда всё население было православным. Каков здесь мыслился характер отношений? Он хорошо выражен в девятой новелле или в шестой новелле, я не помню, Юстиниана, не помните, какой шестой или девятой, но неважно. Шесть или девять перевернуть всё равно будет одно и то же. Поэтому можно писать три девятки, если кто не хочет писать три шестёрки. Да. Так вот, и в эпанагоге вот этим Фоти патриарха здесь, в общем, пример простой приводится. Государство – это тело, церковь – это душа. То есть вся духовная составляющая жизни общества является церковной. То есть именно церковь прежде всего должна заботиться о духовном и нравственном состоянии каждого человека. И государство с этой точки зрения должно помогать церкви в осуществлении её воспитательной роли. то есть создавать наилучшие условия для того, чтобы христианские идеи могли проникнуть во все слои общества и до каждого человека. Вот это вот идея тела и души. Идея хорошая, я вам скажу, но в действительности она практически никогда почти не исполнялась. на самом деле мы видим цезаро-папизм. То есть когда влияние императоров, их власти, их даже личных симпатий-антипатий было главнейшим даже в самой церковной жизни. Вспомните хотя бы IV век, арианские смуты, и вы поймёте, что ведь буквально церковь находилась на грани того, что она могла превратиться в нечто ничтожно малое. Когда государство, когда Констанции, вспомните, с мечом в руках на собор пришёл и требовал подписания арианского символа веры. Вот. Так что вот эта вот идея цезаро-папизма, не идея, а факт цезаро-папизма. Мы его наблюдаем в истории по-видимому всех православных государств. У нас оно с особой силой проявилось в послемонгольский период, в московский период, если взять эпоху Ивана Грозного особенно, вы знаете, какова была сила власти, и, конечно, в своём особом выражении в синодальный период, когда уже реформы реформы Петра и последующая жизнь превратили церковь в один из департаментов государственной службы. Церковь оказалась закованной буквально теми законами, которые совсем не способствовали церковной жизни, которые, более того, на само общество влияли в плане духовном и нравственном крайне отрицательно. Но есть и другая модель отношений, которую в истории названа папа цезаризмом. Она проявила себя на Западе, когда вы помните, особенно из-за эпоху Иннокентия, папы Иннокентия III, когда он был фактически главой всей Европы, когда сами короли от него получали свои монаршие знаки. Сам император Священной Римской империи находился, если хотите, под его рукой. Да, была вот такая эпоха. Там, вы знаете, была идея двух мечей, и папа в конечном счёте являлся обладателем и властителем их обоих. Он вручал меч императору. Но кончилось это, вы знаете, чем. Потому что вот эта аномалия таких отношений, она, конечно, не могла привести к нормализации ни общественной, ни церковной жизни. Вот такова ситуация. Где же норма? Спросим мы. Как нормально? Какие отношения могут быть нормальными между церковью и государством? Если говорить о сегодняшней ситуации, то, видимо, приходится принять ту реальность, что церковь и государство в плане отношений могут и даже, видимо, должны рассматриваться как именно в области общественной жизни, как отделёнными. Но в каком плане отделёнными? Вот это важно понять, чтобы не ошибиться. в том, что государство не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, её распоряжения, её канонов, уж не говорю, её веры. Это очень важно. И в этом плане государство должно быть решительно отделено от церкви. Ни в коем случае не вмешиваться в это. И на этом церковь настаивает со всей силой. Более того, здесь мы в концепции читаем, что если государство начнёт требовать от граждан, принадлежащих церкви, например, отречения от истин своей веры, то верующие имеют полное право неповиновения этим государственным законам или этому государственному закону. Даже так. в то же время церковь призывает своих членов к полному повиновению государственным законам. То есть, к тем законам, которые касаются жизни материальной, культурной, научной. То есть, касаются внешней жизни, её тела, здесь мы должны повиноваться, несмотря на то, что эти законы далеко не всегда и всем нравятся. Вот и не только повиноваться из-за страха, но, как пишет апостол Павел, не только по страху, но и по совести. Понимая, и вот это очень важно, понимая одну простую вещь, что всё происходящее, в том числе и само то государственное устройство, которое имеет место на данный момент, является не случайностью и не является следствием каких-то сил, неважно, тёмных или светлых, злых или добрых, а что всё это в конечном счёте совершается по промыслу Божьему. Это очень важно! По промыслу Божьему, который, этот промысл, есть не какое-то авторитарное действие Бога, а который является абсолютным соответствием нашего духовного состояния, то есть духовного состояния народа. Ещё раз повторяю вам, по сеньке и шапка, до чего точно выражает народная мудрость вот эту христианскую идею. И поэтому, если какие мы видим нестроения, злоупотребления, недостоинства определённой власти, то Церковь призывает не к революции внешней и кровавой, а Церковь призывает к чему? К покаянию, к изменению своей жизни, которое должно предварять обращение внимания на себя, посмотреть, какой ты, чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума, к себе обратиться. Вот к чему призывает Церковь. Прежде всего, обращать внимание на своё духовное состояние. При этом, при этом ещё важно, что Церковь обращает прежде всего внимание к кому? К христианам. Вы, христиане, члены Церкви, вы, прежде всего, должны обратить внимание на себя. Потому что, повторяю, Церковь является закваской общества. То есть, все мы, христиане, являемся закваской общества. В зависимости от нашего состояния, вы слышите, от нашего состояния в зависимости. Так, оказывается, будет и развиваться благосостояние всего государства как такового. Вот это в высшей степени важно понять. Церковь – закваска. И если, когда мы видим нестроение государственной жизни, разрушение общественной жизни, там, где есть Церковь, первое, о чём мы должны знать, значит, неполадки находятся в церковной среде. Если бы только кто из вас взял кандидатскую работу и написал бы, написал о том, что говорили святые и многие известнейшие великие люди мудрые о состоянии Церкви, не о внешнем, не о правовом даже положении, не об этом речь идёт, а о духовном состоянии Церкви вот в этот синодальный период и особенно предреволюционный. тот, кто взял бы, был бы поражён, что пишут наши святые, какой плач и стон стоит. Вот что является причиной общественных разрушений, поражений и так далее. Повторяю, Церковь закваска общества. И поэтому, когда мы видим нестроение, это самый верный знак, кто мы, то есть обратить внимание на себя, а не на того другого и третьего. Вот они такие-то, они сякие-то и прочее. Вот к чему призывает Церковь. И отношения в этом плане Церкви и государства какие должны быть? Своей стороны, Церковь не должна посягать на на какие-то политические решения. Церковь не может отдать предпочтение, вы слышите, тут написано даже, Церковь не отдает предпочтение никакому политическому устрою. Церковь в этом плане, если хотите, аполитична. И это прямо следует из того, как показал себя Господь Иисус Христос. Не дал нам модели государственного устройства. А если вы действительно, представьте себе, что была бы наилучшая модель, при которой совершалось бы спасение наилучшим образом, если бы такая была модель, вот при таком-то государственном устройстве люди лучше всего будут спасаться. Наверное, это было бы открыто нам. Нет ее! Даже лучшая, кажется, модель, монархическая, по самой идее, лучшая, и то, посмотрите, как она себя изжила, изжила в конечном счете к 1917 году. Помните, до чего дело дошло уже. Свобода 1905 года, пожалуйста, когда началась критика и поношение, облили грязью и православие, и сам трон, да, наконец, отречение, да, и так далее. Вот эти вот вещи, да, они как раз свидетельствуют, что даже лучшее государственное устройство совсем не обязательно в любых условиях может быть наилучшим в деле спасения людей. Лучшим что же оказалось? Вы только подумайте! Задумались когда-нибудь? Я говорю о страшной вещи. Оказывается, наилучшим государственным устройством оказалась кровавая Советская Республика с миллионами жертв. Вот что оказалось лучше. Вот вам церковь и государство. Я уже приводил вам историю с императором Фокой Шестой век, когда главнокомандующий захватил революционным путем революцию совершил сверхимператора, казнил его, детей, ужасы, как монах молился, помните, святой подвижник, за что нам такое? И получил ответ. Искал худшего, но не нашел. Вот этого мы, друзья мои, с вами не понимаем до сих пор. Вы слышите? Вы где-нибудь видели это понимание? Не понимаем, что, кажется, лучшим оказалось, что там Фока здесь Троцкий, Ленин, Сталин с морем крови невинно пролитой. Это оказалось лучше. Вот так. Почему? Ещё раз вам говорю, взял бы кто-нибудь из вас работу и проанализировали бы, какие процессы проходили у нас во внутренней духовной жизни, что у нас творилось с монастырями, с монашеством, с архиерейством, с священством, с богословием. Какой ужас! Что происходило? До сих пор не можем изжить этого зависимости полной от этой схоластики, от этого протестантизма и католицизма. Что вы с этой точки зрения вот эту работу бы написали? Это было бы, я не знаю. Но мы не видим этого. И наша задача сейчас какая? вернуться вернуться к дореволюционному состоянию церкви. То есть, тому, которое нанесло катастрофический удар по нашему обществу, государству, народу. Вот так. Так вот, в отношении церкви и государства задача церкви остаётся прежней, прежде всего, самой остаться церковью. Я говорю об организации церковной, я говорю о нас, о верующих людях всех рангов, от простого верующего до высших ступеней. остаться нам не внешне верующими, а действительно теми верующими, которые искренне хотят и делают всё, что могут, осуществляют свою жизнь по началам Евангелия. Очень легко, я вам скажу, превратить церковь в вот эту внешнюю фабулу красивую. Вы знаете, как на соборе 1917-18 годов это тут описано, как ещё члены соборы, а это был поместный собор, это была иерархия, это было духовенство, монашество, это были миряне, всё. Как ещё они смотрели и требовали постановления и узаконения, издаваемые для себя православную церковью в установленном ею порядке со времени обнародования их церковной властью, равно и акты церковно управления и суда признаются государством, имеющему юридическую силу и значение. Требуем признания. Представляете? То есть, не могли отрешиться вот от того положения, в котором находилась церковь в императорскую эпоху. По-прежнему требуем этого. Вот эти требования всегда оборачиваются печальными последствиями. Сейчас, вы знаете, в разных государствах мира разный характер отношений. у нас мы знакомы, у нас церковь отделена от государства, но насчет этого, я вам скажу, стоит задуматься, мы с вами уже говорили, по-моему, об этом, что демократия и что предполагает. Помните, когда говорили о свободе и правах? Демократия предполагает всегда что? Власть большинства. Демос – народ, кратус – власть. Всегда предполагает власть большинства. И поэтому в данном случае, когда мы будем говорить о церкви нашей государстве в современных условиях в России, то мы должны прямо сказать, государство должно учитывать в полной мере, что большинство граждан российской государства являются православными. Следовательно, православная церковь должна иметь наибольшие возможности или хотите права, хотя права как-то звучит, мне не очень нравится это право, моё право. Если хотите наибольшие возможности, и даже я бы сказал не так, сказал бы ещё сильнее, невозможности должны иметь наибольшие обязанности. Обязано преподавать в школах, в институтах и так далее. Обязано выступать по радио, по телевидению, обязано иметь средства информации, а не только иметь право и возможности. Почему? потому что это требуется демократическим принципам жизни. Если мы хотим говорить о том, что мы демократическое государство, вы, большинство, вы обязаны проявлять наибольшую инициативу, у других меньше, они должны прислушиваться и имеют меньшие права, так как это, кстати, имеет место и в других государствах мира. мы с вами говорили об этом. В Финляндии я вам говорил, что даже преподаватели оплачивают. Если там имеется два ученика православных в классе, всё, государство обязано оплатить педагога, который будет читать им православный этот предмет. Обязано. Ну, если говорить об основной идее, учитывая то, что большинство наших граждан являются православными, и учитывая тот сейчас активнейший поиск со стороны многих, поиск русской идеи, то есть идеи, идеи, то есть самого того основного направления, к которому мы должны стремиться, вокруг которого должны организовываться, и которое должно вдохновлять нас во всех сферах нашей деятельности, с моей точки зрения, является вот эта так классическая формула, которую мы находим у Хомякова. Единство в свободе по закону любви. Вот чем бы должно жить наше российское государство с тем православием, которое имеет единство в свободе, да, мы, конечно, за свободу, мы решительно против угнетения кого бы то ни было, притеснения кого бы то ни было, но по закону любви. Вот эта вот идея, она требует, конечно, разработки, в смысле регламентации, что, как, это требуется, требуется эта и юридическая разработка, и каноническая в плане церковная разработка, но основной стержень именно этот. Вот здесь, на этом принципе, мне кажется, могло бы происходить и могла бы происходить правильная встреча между государственными органами и церковным представительством, то есть государство и церкви. Вот на чем мы настаиваем. При учете того, что наше государство заявляет о себе как демократическим государством. Вот, ну, и что еще этот параграф говорит о том, что во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, каноны – это очень важно, друзья мои – возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления. Приводится 81-е апостольское правило. О том же говорится в 6-м апостольском правиле, в 7-м правиле Вселенского собора. В современном контексте данное положение касается не только исполнения административных властных полномочий, но и участие в представительных органах власти. Вот так. Продолжение следует...